всем привет расскажу вам на мой взгляд интересную историю из собственной жизни ну может быть кому-то покажется неинтересным однако что делать на всех не угодишь в общем как-то два моих хороших приятеля один из них директор небольшого книжного издательства в санкт-петербурге второй главный редактор того же самого издательства уехали в италию на конференцию то ли писателей то ли книжных издателей то ли что-то еще связанное с литературой и бизнесом в общем улетели они на 10 дней мы их проводили выпили конечно и разошлись по домам они в рим а мы каждый к себе и через два дня иду я по невскому и встречаю правильно главного редактора издательства который позавчера улетел в рим после буйных проводов а он идет такой меня не видит мимо проходит я хочу гена 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 оборачивается лицо опухшие глаза красные потеет речь невнятная так папа потряхивает его гена ты чего здесь ты же в италии должен быть гена на меня посмотрел печально слезящимися глазами и говорит ты знаешь италия для нас двоих оказалась слишком маленькой вот такая история почему я об этом заговорил потому что вспомнил о пластинке вот этой кино на мой хаос называется она группа sparks и в песня которая мне здесь нравится больше всего и не только мне массовым массовому слушателю я бы сказал потому что она стала хитом свое время называется она что правильное читаю чтобы правильно произнеси the town and be canals for both of us да этот город для нас двоих никак не 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 уляжется kimono my house первая пластинка группы sparks после того как они после того как она группа смысле переехала из соединенных штатов америки в англию и сменила свой музыкальный стиль два первых альбома записанных в америке они такие достаточно странные у меня их нет к сожалению хотя спаркс у меня много я очень любил свое время эту группу и по ностальгии продолжаю покупать пластинки братьев майлов рассела и рона так вот о чем я говорил до первые пластинки они такие да достаточно странные авангардные и не очень пользовались широкой популярностью то есть их покупали но не особо так они были настолько странны чтобы были они есть немножко в сторону заппы немножко в сторону какой-то такой вот в той самой американской психоделее которая уже умерла к тому времени отголоски и еще звучали у спаркс и братья раз и переехали в лондон записали вот этот альбом и он произвел фурор да он выстрелил сразу хотя многие вы считают до сих пор самым лучшим я его самым лучшим не считаю он такой при при всей необычности о которой я поговорю чуть попозже он слишком слишком такой традиционно глэмовый с понятным звуком с адской совершенно тяжелой гитары просто хард роковый какой-то такой ближе всего наверное пластинки боу и the man who sold the world по тяжести по тяжести хард роковой но не как в хард роке а по-своему по-другому вот это роднит the man who sold the world этот альбом хотя мелодии изумительная фантазия бурлит бьет фонтаном и очень интересные мелодии и казалось бы что после этой пластинки дальше что будет на самом деле непонятно то есть либо какие-то повторы либо смена стиля потому что ощущение полное что музыканты здесь выложились и спели сыграли все на что они способны больше ничего нового придумать уже невозможно будут либо повторы которые будут ниже уже по уровню либо как я уже говорил смена стиля какого-нибудь масса групп вот так вот прошли через этот этап когда первый альбом бах какой интересный конфетка прекрасная необычная неожиданная а потом уже все идет по-другому может быть так может быть тоже хорошо но совершенно по-другому например группа сплит энд прекрасная кого который первый альбом совершенно какой-то арт роковой странный сложный мелодичный малопонятные но очень увлекательный а потом пошла прекрасная музыка у сплит эндс но уже такая нормальная новая волна нормальная новая волна с дикой фантазией классно спета все здорово интересно но это уже не первый альбом был это была радикальная смена стиля потом была еще одна стиля еще одна стиля да еще одна смена стиля когда группа переродилась в crowded house но это другая история и в общем я не думаю что то есть люди ждали наверняка следующий альбом но никто не ожидал что он будет вот таким крутым вот таким крутым это моя любимейшая пластинка спаркс под названием пропаганда и это конечно что то то есть не изменили себе абсолютно в том же самом ключе все но еще интереснее еще тоньше еще безумнее еще чище и еще лучше спродюсирована работа со звуком гораздо более внимательно и и и песни песни тоньше то есть казалось бы нельзя после этого нельзя уже сделать после этого ничего невозможно сделать еще тоньше еще интереснее еще фантазийнее и начало этой пластинки про под названием пропаганда а капелла спета расселом майлом так что никакой хард-рок просто рядом не лежал такой удар просто голосов майла нескольких в диком темпе с невероятной дикцией с невероятной скоростью проговаривания слов пропевания слов со сложнейшей мелодией раз коротенькая такая штучка пропаганда она сразу продает весь этот альбом сразу то есть купить его хочется мгновенно сразу не задумываясь ни о чем все эту пластинку я покупаю это шикарная вещь но после нее идет такая же хард-роковая штука как и весь альбом kimono my house at home at work at play с тяжелой гитарой на гитара уже не такая нарочито маслина глэмова тяжелая как как в кимоно она все-таки прибрана она все-таки прибрана в именно в меру того чтобы это было легче слушать легче усваивать легче легче прочитывать мелодию саму потому что в кимоно гитара перетягивает на себя все что можно она ревет каким-то адским ревом а здесь все очень читается очень здорово прекрасно поет раз у майл at home at work at play такой закручивающийся рок закручивающийся как карусель которая взлетает ну сейчас современных аттракционов много таких так и карусель которые взлетают в небо все время и ты летишь и тебе кайфовую так так она крутит 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 и все время все меняется перед глазами мир мир вот так вот так когда крутится картинка все время меняется просто здорово после чего передышка небольшая reinforcements на первую долю тун-тун-тун-тун на сильную то есть там тун-тун-тун reinforcements и что-то привычное такое чувствуется от от безумия первых двух номеров немножко можно передохнуть без и просто просто веселая штука и вот это веселье она как как началось так и не заканчивается так и идет дальше и опять таки здесь такой примат клавишных все-таки гитара немножко уходит вдаль thanks but no thanks don't leave me alone with her драмат драмат драматичнейший номер просто печаль неземная в голосе раз сломала с его этим оперным вокалом с невероятным фальцетом и одновременно с умением петь высокие ноты открытым горлом фантастические совершенно виртуоз пение виртуозное что можно прослушать на альбоме лил бетховен кстати на более позднем на более поздней пластинки там там уже просто эквилибристика такая вокальная которую никто себе не позволял нормальный человек так не поет так них так не бывает на этом you back on mother of еще одна вселенская печаль но светлая интересная карусель не останавливается картинки все время меняется something girl something for the girl with everything еще один ракешник рифмующийся с at home at work at play чтобы вспомнить нам напомнить все таки что это рок-группа и конечно бриллиант сверкающий под названием а чу а пчхи то есть группа серьезных вещах всегда говорит и поет с юмором что безумно кайфово что безумно нравится мне в этой группе что никакого пафоса не на миг а все очень все очень не смешно а тонкий тонкий очень хороший юмор и чтобы с нами не происходило чтобы какие мы не были разные сделайте глубокий дух чихните и вы все станете одинаковыми примерно это так в общих чертах я перевожу но главное же не про не не читать текст просто текст важен но текст всегда в песне в купе с музыкой и когда вот это вот это незатейливое послание человечеству а чу еще ложится на музыку которая здесь написано роном майлом на настолько это входит в тебя настолько ты понимаешь что это абсолютно гениальная песня и и ты за ней следуешь ты за ней идешь и идешь за группой спаркс уже до конца и продолжаешь покупать пластинки даже самые слабые типа balls там кстати диско альбом там нам бы варен хэван очень хороших хотя он чистая диско но balls там и еще ряд других они просто скучные достаточно такие попсовые но потом все стало хорошо если там прогиб про гиппопотамов я поговорю отдельно блестящий альбом тоже из предпоследний по моему если мне память не изменяет ну после очу ходом тлайки опять вспоминаем что мы рок-группа гитарная все таки несмотря на то что клавишная но она все-таки с гитарой мы вспоминаем и bon voyage изумительный номер с библейскими мотивами как ни странно как ни странно но и каждой твари по паре загрузил в ковчег и уплывает а мы кричим ему bon voyage bon voyage это наверное самая проникновенная песня спаркс ничего более такого трогательного они они не написали рон и рассел майл она действительно она она с одной стороны глубокая с другой стороны с невероятным юмором и очень светлая как и вся музыка спаркс вот этот чудесный голос и чудесные мелодии которые написал братик рон похожий на гитлера немножко внешне такие два красавца но и казалось бы что это все это все печать опись протокол сдал принял отпечатки пальцев этот шедевр который мы в рамочку запаковываем вешаем на стенку и не молимся конечно не не хорошо с моей стороны было бы так говорить но смотрим на нее и говорим что вот этот альбом меня пробил да когда я учился в школе и в десятом классе готовился к выпускным экзаменам приходил к приятелю мы ставили альбом пропаганда доходили до песни а чу и когда мы слушали а чу нам казалось что весь тот материал который мы нифига не знаем вообще а экзамен у нас завтра уже утром что можно его и не учить потому что мы чихнем вдохнем глубоко чихнем и все сдадим так и получилось между прочим мы пришли на экзамен напевая а чу а чу и сдали все как надо потом поступили даже в институты ничего группа спаркс нам очень сильно в этом помогла так вот я говорю о том что казалось бы все уже после вот этого всего после вот этого безумного глэма невероятного после вот этого дикого юмора и невероятного драйва вот этот альбом он гораздо драйвове чем kimono my house за счет за счет даже первой песни вот этой пропаганда о копыльной и дальше тащит также точно как и сам начал коробину все до в рамочку на стену все здрасте пожалуйста выходит indiscreet о котором нужно говорить отдельно часами изучать его слушать хохотать над ним смеяться но следующий раз а пока вот пропаганда это наше все но собственно так и есть правда пропаганда это наше все мы в пропаганде живем пропагандой питаемся пропаганду обсуждаем пропагандой делимся друг с другом верим ей ну и слава богу живо пока что ok sparks пропаганда пошел пить пока